fire да привет если ведь это лицо значит это новая неделя новый выпуск новые гости новые знания и специально для вас дорогие зрители по вашим просьбам и сняли чисто мужской выпуск в этом эпизоде познакомитесь с солдатами канадской армии которая расскажет и научит вас почему важна самодисциплина вы познакомитесь с артистом шоуменом и эквилибристом с мировым именем он расскажет в чем секрет его успеха плюс вы познакомитесь успешным предпринимателем и бизнесменом который владеет очень известным рестораном здесь в монреале оставайтесь с нами 5 эпизод поехали эдуард бахрат закончил полицейскую академию и бакалавр управления производства 12 лет отработал в полиции израиля получил государственную грамоту за спасение людей горящих в машине по приезду в канаду получил диплом оценщика недвижимости является основателем и владельцем ресторана сини сита тротория как говорит сам эдуард сколько себя помнит занимается бизнесом в израиле как дополнительный доход а в канаде как основной ресторанный бизнес в принципе какие любой другой бизнес это это бизнес и он тяжелый бить те кто хочет заниматься ресторанным бизнесом я лично советую два раза подумать потому что знаете статистику в монреале рестораны открывается моментально закрывается и тяжело выдержать в этой отрасли для ресторанного бизнеса нужно иметь много то есть я не говорю деньги деньги это само собой но это только маленькая часть для ресторанного бизнеса нужно во первых иметь очень большое желание опыт не обязательно на кухне того чтобы готовить там или что делать опыт работать с людьми ресторан это люди человек приходит отдыхать в ресторан он ждет от тебя самое дб самое лучшее что ты можешь дать и не важно мой девиз не важно сколько и и что он заказывает он от меня должен получить лучшее даже если я буду работать в убыль никакой прибыли от этого нет я все равно дам лучше в основном это группы людей есть столики которые заказывают в основном группы людей но если уже человек решил прийти ко мне и и вот заказать даже не заказывается но и самое там лучшее меню сам популярно заказывать кота что дешевая и я от себя отстегиваю даю потому что с ним сидят еще чек 20 еще чек 30 то есть это это очень важно деньги здесь не играть никакой роли здесь играет роль репутация здесь играет большую роль все основные моменты и компоненты которые составляют это общее ресторан кухня ночная музыка обстановка интерьер и так далее на самом деле конечно очень очень интересный бизнес и все кто любит работать с людьми ресторан ему подойдет я никогда не не был на кухне никогда не я даже яйца не умею жарить но у меня ресторан и и все она работает и все слава богу все хорошо есть подъемы есть падение есть все нужно уметь это пережить когда у тебя падение улыбайся иди дальше это нормально это не только падение в самом бизнесе что бизнес падает там shift афер низкие линии не важно что это не только это это бывает еще и и и и месяца определенные места когда они работают там посты у людей неважно там пари просто по ресторанам не ходят это на это это падение и здесь ты должен пережить это со временем уже понимаешь где ты зарабатываешь экономишь и вставляешь на вот период плюсы для ресторана для странного бизнеса или для любого другого бизнеса не важно такого бизнеса мой большой большой совет никогда не общаться с людьми которые пессимисты даже по жизни всегда иметь позитивных людей всегда с ними общаться естественно что у нет выбора да мы и мы общаемся со всеми но больше поддерживать контакт с теми кто оптимист с ними легче они видят даже в плохом виде хорошая это большой плюс и и вообще по жизни нужно в любом бизнесе это надо я сам оптимист папа по натуре любая проблема для меня это только еще одно один барьер еще что-то что должен преодолеть и когда это преодолеваю хорошо на душе вот я сделаю супа четвертом выпуске я рассказывал три навыка продавца и многие зрители меня попросили если могу рассказать какие-то определенные фишки для того чтобы закрывать сделки потому что как я уже говорил очень многим продавцам интересно идти в навык закрывать и поэтому в этом видео я решил поделиться с вами моими личными тактиками и стратегиями как я закрывал своих клиентов когда дел продажи и так первый пункт я назвал его выборочное закрытие это когда вы вашему клиенту на психологическом уровне даете сделать выбор допустим перед вами сид клиент зовут его николай вы говорите вашему клиенту николай вы хотите подписать контракт с синей ручкой или черной ручкой таким образом у клиента вырабатывается реакция что о мне дали выбор значит я имею контроль значит я могу выбирать что мне делать таким образом его голове нету вопроса не покупать в этом же случае вы сразу автоматически являйтесь победителем потому что неважно какую ручку он подпишет он уже у вас купил владислав золотарев в шесть лет начал заниматься акробатикой в 2001 году стал мастером спорта международного класса по спортивной акробатике 2009 году стал артистом сирклю ду солей которым покинул 2012 чтобы продолжить сольную карьеру как эквилибриз на стульях сегодня также является преподавателем детского музыкального театра мозаика в монреале ну почему потому что люблю во первых получаю удовольствие вообще начал-то заниматься с четырех лет я не мама моя она работала музыкальным руководителем в театре и режиссер попросил чтобы я поучаствовал там в цене в сцене какой-то то есть четырех лет у меня может сказать выход на публику вот на серьезную такую а потом уже когда переехали мы в другой город краснодар то тогда уже стали за ним меня мама отдала на спорт спорт ака спортивная акробатика вот и там уже до до 18 лет я занимался это спорт был ну конечно совмещенный с всякими выступлениями участвую во всяких концернах ну что акробатика и такой спорт перформе так сказать перспектив много идей масса которых воплощать и просто отношусь к этому как профессии ник хобби страха вот это волнение она всегда присутствует и это даже хорошо этот адреналин внутри потому что чувствуешь ответственность какая бы сцена это не была или это цирк юсале или это там какой-нибудь фестиваль где тоже всякие гости да даже взять просто какие-то мероприятия где все равно всегда всегда это для тебя важно и всегда ты чувствуешь адреналин но страха нет вот страх есть когда не готов научился как как себя готовить как быть подготовленным вот и научился даже как выкручиваться из ситуации если вдруг не готов опять же тактики тоже нет это импровизация и конечно же вдохновляюсь людьми которые в зале потому что есть номер который интерактив там номер построен на взаимодействии с публикой то есть они ложатся я у них в руках делаю эти в стойке там народ публика разная бывает то есть там уже вдохновляешься атмосферой вдохновляешься зрителем и но он это и любит он видит что это живое он видит что это это вот оно родилось только что и это уникально и второй пункт это временное закрытие когда также на том же самом психологическом уровне вы даете право выбора вашему клиенту в случае не клиента николая вы ставите ему временные рамки вы спрашиваете николай когда вам удобно чтобы доставили вашу продукцию в четверг в 10 утра или в пятницу в час дня у него нету в голове вопроса покупать или не покупать он уже купил он уже согласился он уже готов у вас забрать вашу продукцию теперь он решает работает ли он в четверг или он свободен в пятницу поэтому в этом случае вы опять победитель кстати у нас монреале прошла уже вторая игра айки батл где мы снова участвовали как часть организации рада с вами поделиться новостью что у игры появился первый официальный спонсор и она сказала пару слов по этому поводу но мероприятие очень оригинально но оригинально то что это происходит в монреале это происходит в русской комьюнити монреале которая не очень большая я считаю что поддерживает русскую культуру русский язык границей особенно в монреале которые не имеют большой комьюнити как например торонто то есть организаторы большое спасибо организаторам это очень хороший так сказать шаг с их стороны мне как первому спонсору тоже очень приятно быть первым спонсором василий виноградов человек без каких-либо сверхспособности генетики талантов и других богом подаренных умений благодаря упертости и стремлению к жизни он сумел побороть страх неуверенность зависимость от алкоголя и психического расстройства сломать грань прошлого и жить реальностью уже как 10 лет он имеет успешную карьеру в канадской армии а также он является с профессиональным спортсменом канадскую армию принимают по большому счету всех создал 5 секунд даже людей даже таких как я которые не в бизнесе не в жизни ничего собственно не знают вот когда я туда пошел там вырабатывается железная дисциплина самого начала потому что если не получается выполнить задачу за этим сразу же следует наказание голова начинает думать плюс физподготовка помимо дисциплине это еще возможность взять на себя ответственность за свои действия за действия остальных в армии эти качества очень сильно развиваются такие взять например на себя ответственность потому что если ты за себя не отвечаешь если ты не отвечаешь за свое тело за свою физподготовку хотя бы элементарно за задачи которые ты выполняешь за этим сразу же следует наказание причем весьма сурово иногда что почему вот на все гражданские работы очень любят брать бывших военных потому что они через многое прошли они уже знают как надо работать они уже работали с лишним составом они уже работали с персоналом в них весе есть весь этот опыт в отличие от студентов которые только что закончили там университет получили диплом набрали сколько-то там кредитов что получить какую-то там профессию и вот они вышли но они такого считать умеют на бумажке ничего другого они не умеют правильно по большому счету это так и есть а такие как я которые скажем так сами всему по большому счету научились потому что система образования в армии очень такая специфическая она как советском союзе на начальном этапе когда дело касается дисциплины и когда нас выжимают по полной это делается специально чтобы ответ всех тех и тех которые ничего не умеют а тех которые не могут ничему научиться дальше это очень важно потому что те которые не могут самообучаться не могут принимать ответственность на себя брать они просто дальше никуда не пойдут они всегда будут искать легкий путь всегда будут искать ерунку которая их возьмет даст им возьмет на себя мягко говоря ответственность заставит им какое-то будущее которое обязательно будет но при этом они не знают какое элементарные пример это система образования вот идите учитесь на диплом мы вам гарантируем что у вас будет работа в 40 тысяч годовых я как-то помню один раз пришел на собеседование чтобы там какой-то там не помню даже какой-то там техник чего-то там это тетя такая рассказывать мне такие бумажки все показывает такая типа вот ты будешь 40 тысяч зарабатывать через шесть лет после того как ты потратишь 17 тысяч на образование все такое вретете я уже 45 зарабатываю кончилось это тем что тетя решила сама в армию пойти ну так вот есть третий пункт и назвал его подарочное закрытие это для клиентов которые в принципе уже готовы подписать но им не хватает маленькой мотивации и эта мотивация может быть маленький подарочек маленький сертификат еще одна маленькая скидочка но не направлена на вашу продукцию она продукцию какого-нибудь вашего спонсора или чек с которым вы работаете где клиент может прийти сказав о я купил продукцию у него и он мне дал это замечательный подарок и это работает на ура и так этот выпуск подошел концу спасибо вам дорогие друзья что досмотрели его надеюсь вы чему-то новому научились а чему именно напишите в комментариях ставьте лайки ставьте обязательно колокольчик чтобы не пропустить следующий наш выпуск плюс с прошлого выпуска данил спрашивал вас в каком месте он находился и правильный ответ это парк сэр вилфред лори и это парк находится возле метро розмонта поэтому те кто ответили правильно молодцы вы победили если вы продолжите так также участвовать интенсивно вас ждет маленький сюрприз в будущем поэтому оставайтесь с нами фарда фарку